Итак, всем привет, с вами снова Лебедев. Сегодня я хочу представить вам новую, ну и по совместительству первую на канале рубрику под названием «Товары недели». В данной рубрике я буду каждую неделю, примерно в среду или в четверг, отбирать для вас самые интересные на рынке товары, как по соотношению цена-качество, так и в принципе просто какие-то прикольные, новые, полезные, клевые и классные. Вот такая вот достаточно простая концепция, да, ребят? Вот так вот. Ну что ж, пожалуй, давайте начнем нашу сегодняшнюю подборку и откроет ее у нас не так N600S. Это SATA SSD диск на 512 гигабайт, конкретно в этом случае. Почему на 512 гигабайт, а не допустим на терабайт? На терабайт тоже можно, но на него нет свежих обзоров. Вот на 512 гиговую версию есть, и здесь точно не будет QLC памяти. Здесь точно будет 3D-шная TLC память, терабайтный диск, там может быть некоторая доля рандома, поэтому я советую конкретно 512 гиговую, но терабайтный при его цене в 5300 рублей. Даже на QLC будет все равно нормальной покупкой. Но 512-шка точно TLC 3D без рандома. И за эти деньги, сами понимаете, это просто замечательное приобретение. Всем советую, кому нужен недорогой диск, какую-то недорогую сборку или просто там добавить объема. Я, кстати, считаю, что столько и должны стоить на самом деле SATA SSD диски, и пофиг даже, что он драмлят за такие деньги, это не мешает использованию. Контроллер T2259 XT более или менее адекватный, так или иначе. Так что берем на онлайн трейде 2890. Кстати, если взять два этих диска, можно применить минус 300 рублей при регистрации. С терабайтника можно с одного применить минус 300 при регистрации. В общем, просто великолепно. Из блоков питания интересна вот эта модель Deepcool PM800D. Почему именно PM800D? Потому что в DNS PM750D стоит немножко дороже, чем PM800D. А онлайн трейд доставляет, вот как видите, не во все города. То есть здесь нету некоторых небольших городов, да и некоторых больших тоже на самом деле нет. В онлайн трейде он все равно стоит дешевле, что PM800D, что PM750D тем более. И еще и можно применить минус 300, но онлайн трейд доставляет не во все города, поэтому кому нужен адекватный блок питания в регионах, вот можете брать именно PM800D. Далее у нас тут видеокарты RTX 2060 супер в нашем случае. KFA2, One Click OC. 30800 рублей, цена просто отличная. На самом деле они в последнее время стали как-то пропадать из наличия, так что кому нужна карточка, и кто еще не подсуетился, вот пожалуйста. Предложение ограничено, они постепенно пропадают. Еще есть RTX 3070, тоже от KFA2. RTX 3070 Core. В некоторых городах уже ее в наличии нет. Так что если вы хотите себе 3070, то я рекомендую проверить вам наличие DNS в вашем городе. Там вполне может оказаться данная карточка еще пока в наличии. Ну 3070i уже ясное дело все давно раскупили. Теперь что касается оперативной памяти, ну здесь на самом деле есть довольно много всего интересного. Допустим, не так давно произошло подешевление оперативной памяти от Patriot. Допустим, это Viper Blackout и Viper Steel. Интересно здесь, наверное, все-таки именно Blackout, и просто потому что они стоят дешевле. Это гарантированная беда, 7200 рублей в любом городе. Спокойно покупайте, можете взять два комплекта. Теперь не нужно заказывать никакие Asgard'ы с Алика. Это, конечно же, очень приятная тема. Также достаточно приятной темой является появление в онлайн-трейде вот такой вот памяти. Это Team Group, это Force Extreme. Здесь, скорее всего, стоят Single Micron B-Die, то есть память вполне классная. Стоит 13650 рублей за 32 гигабайта, то есть чуть-чуть дешевле, чем B-Die и Patriot'ы. Но у нее есть преимущество на B-Die и Patriot'ами, она красивая. То есть кому нужна какая-то классная, красивая память, за нее очень большие деньги, и которая будет при этом нормально гнаться, вот, пожалуйста, отличное предложение. Скинули эту память мне ребята из группы PC Stonks. Еще есть вот такая вот. В общем, разные есть, тут и разные объемы, даже 2х32 есть, вот, посмотрите, и разных частот тоже 2х32 есть. Ну, в общем, тут, на самом деле, есть где разгуляться, есть на что посмотреть. Такие вот пироги. Из NVM Express дисков у нас есть не таки, NV5000, NV7000, как на Алиэкспрессе, так и на онлайн-трейде. Кстати, в данный момент действует скидка на терабайт на NV7000, 9800 рублей он стоит в онлайн-трейде, и плюс можно также применить минус 300 рублей с Новорегой и купить его за 9500 рублей. На самом деле, есть две версии данного диска, одна на Иногрите, другая на Файзоне Е18. По факту, даже диск на Иногрите все равно будет нормальным. А если вам попадется диск на Е18, то, поздравляю, вы счастливчик, у вас диск, который лучше, чем 980 Pro за вполне адекватные деньги. Брать можно версию с любым объемом памяти, но 4-терабайтник в данный момент немножко невыгодный, по крайней мере, на онлайн-трейде. А так, диски замечательные. NV5000 тоже классные. Он, правда, Deramless, но это не так сильно влияет на эксплуатационные качества диска. Современные 4.0 Deramless диски на современных контроллерах себя показывают очень-очень хорошо в реальных условиях. Я считаю, что никаких проблем с ними нет. Далее у нас идут водянки. Это система Reserator 5 от Zaumann Z36, Z24. Покупаем то, что влезет в ваш корпус наверх на выдув. Почему я решил включить эти водянки в рынок? Потому что в последнее время участились жалобы на поломки роторов-помп у водянок на базе платформы Apaltec. Это Kuga Rackva, Thermotec TH, Line League Lohat и так далее, тому подобное. Понимаете, статистики какой-то конкретной по поводу поломок данных систем водяного охлаждения нет. Но так как жалобы все же какие-то частые есть, я считаю, что я должен предложить какую-то альтернативу. И вот я ее нашел. Это пятый Reserator, который построен на иной платформе, который имеет хорошую эффективность. Сейчас вы видите на экране тесты с сайта 3D News. Который имеет адекватную цену. Еще это вода белая, что для многих достаточно людей сейчас будет достаточно большим плюсом, опять же. Так что вот, тоже покупаем. Кто не хочет брать Apaltec, вот, пожалуйста, вам альтернатива. Хотя сам я не считаю Apaltec проблемной платформой. Я просто считаю, что их слишком много было куплено, скажем так. Также из мышек весьма интересным предложением будет Z-Mortalty Pro Wireless. Которая сейчас стоит всего лишь 3,5 тысячи в DNS. Это очень низкая цена. Этот маус раньше всегда стоил 5 тысяч. Для тех, кому не нравятся дырявые мышки, не беспокойтесь. В комплекте есть вот такая вот, сейчас покажу, пластиночка. Которую можно сменить. То есть вы можете по желанию поставить дырчатую пластинку, можете поставить сплошную. Мышка весьма достойна и по железу. То есть у нее 3370. У нее неплохой пластик, неплохие микрики, неплохой энкодер. Короче, классный маус на самом деле за эти деньги. 3500 вообще insane. И при этом есть еще адекватный беспровод. Раньше подобный маус за подобные деньги был какой-то на самом деле фантастикой в нашем ритейле, да? А сейчас вот, пожалуйста, покупайте, допользуйтесь. Я считаю, что это вполне и вполне классно и прикольно. Да. Итак, сегодняшний первый выпуск подходит к концу. Соответственно, следующий выпуск будет ровно через неделю. Не пропустите новый рынок мониторов, который выйдет буквально на днях. Огромнейшее всем спасибо за просмотр. Приходите на вечерние стримы. Всем удачи и до скорой встречи. Давайте, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok